Здравствуйте! У нас в гостях вице-президент Федерации пожарно-прикладного спорта Новосибирской области Елена Печорина. Елена, доброе утро! Здравствуйте! Утро, доброе! О вашей связи с этим проектом мы поговорим чуть позже. Пока давайте знакомиться. И? Здравствуйте! Вот чем занимается ваша федерация? Пожарно-прикладного спорта. Да. Федерация пожарно-прикладного спорта, как любая, наверное, общественная организация, в первую очередь несет в себе какую-то социально важную задумку. В нашем случае это, в первую очередь, развитие и популяризация пожарно-прикладного спорта. Это спорт, это ведомственный, как мы знаем, связанный с пожарной охраной. То есть профессионалы участвуют в этом спорте? Нет, здесь есть профессионалы, есть непрофессионалы. То есть не обязательно это должен быть пожарный? Это абсолютно не обязательно должен быть пожарный. У нас есть детская сборная, да, соответственно, какие там профессионалы? Это детки от 13 до 18 лет, которых курируем непосредственно мы, федерация, да. Как бы остальным очень сложно, у нас никуда это ведомство не заложено. Есть взрослая сборная, вот уже взрослая сборная, это непосредственно сотрудники, действующие сотрудники. Это разные должности, а на самом деле не конкретно пожарные, да. Сам факт, это сотрудники системы МЧС непосредственно. А детки это, которые, видимо, мечтают стать пожарными все-таки, я думаю. Просто так, да, да, либо мы не закладываем, конечно, мы не навязываем, что вы обязательно должны стать пожарным. Мы несем эту идеологию. Вы развиваете сам спорт. Мы развиваем, безусловно, мы развиваем сам спорт. Просто дети, которые занимаются пожарно-прикладным спортом, они, во-первых, уже имеют навыки, знания. Они чуть более, наверное, в каких-то ситуациях подготовлены к стрессу, да, наверное, к какому-то, потому что там это и высота есть, и огонь есть, да. Они хорошо развиты в плане координации. Есть некоторые такие лояльности, наверное, скажем, да. У нас есть вузы, вузы МЧС, и, соответственно, безусловно, спортсмены, которые дают результаты, неважно, девочки это или мальчики, да, им, у них больше шансов поступить, поступить в вуз МЧС, как бы то, что, ну, на самом деле, на мой взгляд, это так достаточно авторитетно, авторитетные вузы с высоким качеством образования. Ну, девочек, наверное, поменьше, да? Вы знаете, пять лет назад девочек у нас не было еще вообще. Вот только Елена. Мне вообще повезло. 80 лет исполнилось в прошлом году пожарно-прикладному спорту, и девочек вели буквально пять лет назад. Установили, как и мальчикам, определенные, соответственно, там, нормативы, да. Я могу сказать, что за пять лет девочки уже выскочили, там, мастера спорта и международные мастера. И в этом году при смене руководства, министерства, да, как бы провели заседание, Всероссийская Федерация, и девочкам повысили норматив. Потому что никто не ожидал, что девочки побегут, побегут настолько хорошо, быстро и составят такую здоровую конкуренцию мужчинам. Поэтому девочки у нас сейчас очень развиты, на самом деле. А можно поподробнее вот именно... Да, какие дисциплины входят в... Да, что это такое, вот, я не представляю. Собственно, пожарно-прикладный спорта. У нас есть личное первенство, да, скажем так, есть внутри команды общекомандные направления, но, безусловно, результат всегда идет в целом общекомандный. То есть, если мы говорим про личное первенство, есть подъем по штурмовой лестнице. У деток это просто подвешенная лестница в башню. Ну, видели, наверное, как эти башни выглядят вообще. Раньше всегда на заводах были, это было классно этим заниматься, были пожарные дружины добровольные, и это было очень развити сейчас, ну, сейчас вот так. То есть, подъем на высоту получается, да, вот на этой лестнике? Башня, получается, трехэтажная, да, окно второго этажа, третьего, четвертого, ну, четырехэтажная. Имитация дома. Да, высотки. Детки, получается, они преимущественно в подвешенную лестницу, младшая группа, да, средняя группа, они уже бегут с лестницы в руках, как бы ее закидывают и забираются по ней. А старшая группа, это вот как раз, ну, скажем так, 10-11 класс, да, они бегут с лестницы, закидывают ее, забираются по лестнице в окно, получается, второго этажа, и перекидывает на третий взрослые же мужчины да непосредственно они поднимаются до четвертого этажа это на самом деле шикарно смотрится это очень зрелищно это очень красиво на время все это безусловно на время да это очень зрелищно особенно когда например там три спортсмена примерно бегут параллельно синхронно достойно есть 100 метровая полоса с препятствиями это набор набор разных элементов как мы говорим до элементов из скажем так работы пожарных да как бы там и преодоление препятствия то через забор и хват рукавов пробег по буму соединение разветвления как вот такие элементы и есть пожарная эстафета четыре участника каждый на своем этапе выполняет скажем так свою функцию есть боевое развертывание боевое развертывание студии очку мальчиков считается одним из самых зрелищных в плане команды скажем так дисциплин давайте сделаем паузу небольшую и потом продолжим до наш разговор у нас в гостях вице-президент федерации пожарно-прикладного спорта новосибирск области елена печорина елена мы поговорили о дисциплинах и оказывается это еще не все что мы перечислили да еще кое-что есть в этом спорте но здесь не совсем скажем как спорт просто федерация себя не ограничивать только развитием спорта мы работаем также с населением и с детьми и со взрослыми обучение их мерам пожарной безопасности было так только мерам пожарной безопасности прошлом году мы первый раз стартовали наше мероприятие маршрут выживания это была такая идея она уже включает в себя не только умение действовать случае пожара у нее это что-то вроде гонки героев правда я не очень хотел говорить не люблю потому что не участвовала не бегу с уважением отношусь но у нас другая задача у нас цель это приобретение теоретических знаний и практических навыков действия населения в случае чрезвычайных ситуаций всех техногенные катастрофы да скажем так там у нас и землетрясения и пожары и наводнения и дтп и вот в этом году уже полуть появился этап получается крушение вертолета крушение ж.д. вот там у нас собираются команды прошлом году мы собрали команда там восемь человек бежит они проходят этап два с половиной километра двадцать шесть получается препятствий и на этих препятствиях они пробуют себя в разных ситуациях и было очень интересно как люди которые на самом деле и гонку героев проходили и многие другие спортивные мероприятия проходили которые несут в себе ну там спорт здоровый образ жизни и вот развлекательный элемент у нас мысловая нагрузка другая мы выявили такие интересные вещи когда люди даже не знали что они боятся темноты замкнутого пространства в подвалы не спускались они были в шоке там началась паника люди не знаю что они боятся высоты например да такой у нас просто есть там спуск с вертолета на саморегулируемых устройствах вот и мы этот проект продвигаем продвигаем пока что среди социально ответственного скажем так социально ответственных предпринимателей они участвуют у меня был заготовлен вопрос насколько развит пожарно-прикладной спорт новосибирской области и наверняка я так понимаю что он связан этот вопрос уже автоматически с проектом издательского дома советская сибирь точки роста я прав да безусловно уже для этого с ними сотрудничаете вы знаете точки роста пожарно-прикладной спорт это очень такой как бы узкий спорт поэтому мы как можем и популяризируем но далеко не во всех проектах принимаем участие в точки роста для нас но во первых это какая смысловая нагрузка до чего не коснить да это небольшой анализ это срез достижения и результатов мы лично для себя в рамках точек роста можем проанализировать свое развитие там совместно параллельно с ними с прошлого года на этот год мы в прошлом году были партнерами и нам безусловно импонировала их позиция их подход до малого среднего бизнеса это консолидация это объединение нам вот вот вообще очень близко все что связано с объединением ну и соответственно с малым и средним бизнесом мы постоянно сотрудничаем здесь сошлось очень много очень много точек роста сошлись в одном поэтому нам очень комфортно быть в партнерстве с создательским домом советской сибири потому что ну как бы стран со стороны пожарно-прикладной спорт тут вроде бизнес как это тут связано у нас дело в том что федерация деятельность нашего спорта она не финансируемая вообще и мы можем существовать только на членские взносы и добровольные пожертвования спонсорскую помощь так называемую и мы очень близко и тесно соприкасаемся и как мы понимаем специфика нашего спорта такая очень хитрая поддерживать могут но очень высоко социально ответственные ребята и вот где-то здесь же на пересечении с точками роста мы и нашли для себя поддержку с прошлого года несколько ребят которые у взаимского дома советской сибири принимали участие как номинанты в этом году они у нас уже неоднократно были на моих на на наших мероприятиях и поддерживали наш то есть вот они все эти пересечения я правильно понял что судя потому что вы сказали там насчет девочек что да вот стол их очень много да развивается что за что вы интерес к этому спорту вырос популяризировать надо еще нужно до предела совершенства нет безусловно интерес появился его стало больше как появились девочки сложности тоже больше появилась но мы вам желаем чтобы никаких сложностей не было чтобы хотя путь к успеху найдет через трудности но чтобы вы все преодолели спасибо большое елена расскажите нам какую-нибудь историю из жизни желательно все-таки забавную общественная деятельность она такая своеобразная тебе приходится постоянно куда-то бегать что-то просить кого-то приглашать и далеко не всегда у тебя хватает на это ресурса тебе нужно подготовить какое-то письмо чтобы как-то человека привлечь и вот несколько лет назад три года назад у нас каждый каждый май проходит соревнования детские дружин юных пожарных и пожарно прикладному спорту и нам каждый раз хочется пригласить туда какого-нибудь олимпийского чемпиона да чтобы детям уже как бы показывать что в них заинтересованы к нам приезжают едут в общем я почему-то решила что сансаноч карелин будет самое то нормально вообще до согласовалась с руководством несколько ну хорошо пиши пиши письмо и значит я пишу как обычно пишет общественной организации такое душащипательное письмо как у нас все сложно как нам нужна поддержка и она только была большой длинная и где-то в середине было значит написано я так прониклась сама вы знаете пожарно прикладной спорт не олимпийский вид спорта финансирование там у нас чего-то нет и такая значит там слезу давлю и заканчиваю значит то что мы в отличие что-то как-то назначало в отличие от всех олимпийских видов спорта мы занимаемся просто по зову сердца вице-президент федерации пожарно-прикладного спорта новосибирск области елена печерина была у нас в гостях елена спасибо большое спасибо